привет всем буквально на днях я делал небольшую заметку про так называемый отцовский капитал который как оказалось в ближайшем рассмотрении писан в экспоненте но вот сегодняшние новости на яндексе приносят совсем другие известия и все очень серьезно и вот это гораздо более реально и ударит в ближайшее время на рассмотрении находится комплексный федеральный закон по которому среди прочего вносится несколько правок в семейный кодекс святая святых российской федерации можно сказать квинтэссенция которая имеет вес больше чем конституция по многим пунктам вы это знаете так вот внести в семейный кодекс российской федерации следующие изменения первое абзац 1 пункта 1 статьи 86 после слов необходимости оплаты постороннего ухода за ними дополнить словами обеспечение несовершеннолетнего ребенка жилым помещением это кто не знает статья про так называемые дополнительные расходы на ребенка второе абзац 1 пункта 2 статьи 115 дополнить предложением следующего содержания размер неустойки может быть уменьшен судом с учетом материального и семейного положения лица обязанного уплачивать алименты это про по сути про списание сверх больших долгов по алиментам которые стал скапливаются у многих людей вместе эти два абзаца означает примерно следующее что теперь можно отбирать вместе с остальными частями этого федерального закона ссылку оставляю в описании вместе это означает что теперь можно отсуживать часть единственного жилого помещения принадлежащего человеку и его родственникам то есть можно отсудить часть площади у мужа и его второй например семьи теперь это возможно а пункт 2 просто оговаривает что ну у вас не оставит скажем на четырех квадратных метрах на человека вас оставят например на 15 квадратных метров на человека когда возникает вопрос какую политику на самом деле проводит правительство семейную политику демографическую политику и так далее то вот это живая иллюстрация это не планы какие-то там 24 года это прямо сейчас по ссылке можно открыть описание там если залогиниться под своим аккаунтом госуслуг можно участвовать в обсуждении я правда думаю что это почти лишено смысла но можно это и проделать кто хочет я думаю что магистральную линию кто-то придумал кто-то же это выдумал эту идею да начать и она там через конституционный суд косвенно проходила там так далее соответственно эти товарищи ну как обычно тут два варианта либо они не занимаются долгосрочным планированием вообще я думаю это для части из них верно то есть они реально думают что это приведет к улучшению положения детей то что это приведет долгосрочной перспективе к ухудшению положения всех людей детей в том числе и вообще к тому что людей возможно просто не будет с какого-то момента это для них это слишком сложно это видимо выходит за планы их времени их трудоустройства на своей должности вторая часть людей их меньше конечно я думаю хорошо понимают к чему на самом деле приводит подобные меры и как это отзовется на на демографии в общем довольно очевидно как это должно отозваться на демографии да то есть мало того что по семейному кодексу мужчины вынуждены оплачивать всякие безобразия типа синдрома отчуждения родителя смотрите ссылка в углу теперь они еще должны оплачивать даже в случае если у ребенка в общем то есть у матери ребенка нету нормальных условий для его проживания и в человеческом обществе это было бы поводом для того чтобы ребенка передать туда где условия есть но не здесь нет поскольку мы живем в самом равном государстве из всех равных вот то теперь ты будешь еще и оплачивать то что мама не просто оплачивать у тебя могут это изъять твою собственную единственную площадь чтобы на вырученные деньги устроить тебе все то что у нас то сказать об обеспечивает семейный кодекс по части защиты прав там родители детей и так далее помните в свежем выступлении криса рокова он там шутил среди прочего про развод как нанимание киллера чтобы убить самого себя вот вопрос много ли желающих будет нанять киллера чтобы убить самого себя если кто-то из вас тщательно относился к контрацепции то это повод относиться к ней еще тщательнее вот потому что дело серьезно пока видимо эта норма не будет переходить на собственность который вам не принадлежит то есть например собственность естественно после небольшого времени это просто не может по-другому быть это обязательно наткнется на то что пострадают женщины пострадают женщины когда другая женщина как бы захватывает то что принадлежит не ей другой женщине будет конфликт женщин с женщинами и что важно конфликт детей с детьми потому что дети могут оказаться по обе стороны да то есть и там кому должны и там где должны и тут суд начнет опять судорожно взвешивать как же нам так сказать установить предел на беспредел ну мое частное мнение нельзя установить предел на беспредел если у вас изначально лежит ложное допущение в рассуждении то никакими способами нельзя его вернуть в корректное из истины следует только истина из лжи следует все что угодно так что не получится этого сделать не знаю как они это будут делать просто ну вот примите к сведению почитайте документ там есть ссылки на оригинальную заявку и на комментарии какие-то к ней там и на пояснительную записку я даже даже не знаю что то еще прокомментировать самое главное что вот почувствуете разницу когда декларируются какие-то там ценности и стратегии и какие ценности стратегии на самом деле внедряются здесь все довольно прозрачно на этом у меня все спасибо за внимание пока удачи я даже не знаю как как пожелать удачи в этой ситуации не представляю на эту тему надо отдельно подумать счастливо удачи я вам сейчас вот и Продолжение следует...